Время новостей в эфире нашего телеканала. С вами Алексей Шумякин и смотрите прямо сейчас. Новую схему обращения с коммунальными отходами в регионе представили сегодня в правительстве. В чем же отличие от уже существующей? Автолестницы, бураны и даже снега-балатаход. Сегодня региональная МЧС вручила своим подразделениям в районах новую технику. И новое оборудование поступило в Архангельский многофункциональный реабилитационный центр. Что оно даст малышам со сложными диагнозами? Итак, новая схема обращения с коммунальными отходами на территории региона опубликована. Ознакомиться с документом можно на сайте областного министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса. В чем отличие от существующей схемы и когда будут утверждены новые тарифы на вывоз мусора? Сегодня рассказали в правительстве региона. Подробности у Дениса Селиванова. Акцент в документе сделан на работе с твердыми коммунальными отходами, которые составляют основной объем мусора, скапливающегося в населенных пунктах. Новая схема, по сути, это план действий для регионального оператора. Сбор, накопление, сортировка, транспортировка и утилизация отходов. Подробно для каждого муниципального образования. По каждому муниципальному образованию определена система и способы сбора твердых коммунальных отходов. И определены конкретные места накопления. То есть в электронной модели все это можно увидеть. Приведу одну цифру. В действующей редакции территориальной схемы у нас порядка 3400 мест накопления отходов. А в проекте, который опубликован на сайте, 4896 контейнерных площадок. 316 несанкционированных свалок в ближайшие годы планируется рекультивировать. На что потребуется около 6 миллиардов рублей. Еще 2,5 миллиарда уйдет на ликвидацию этих свалок. Уже в марте будут определены организации, которые займутся вывозом мусора. Следующим этапом, после утверждения территориальной схемы, где мы закрепим все потоки движения твердых коммунальных отходов, это проведение конкурса. После проведения конкурса, когда у нас уже будет понятна стоимость перевозки, мы можем приступать к тарифообразованию. Новые тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов будут утверждены в середине года. После чего разработанная схема заработает. А пока, в срок до 1 февраля, все заинтересованные лица и организации могут направить свои замечания к документу в Министерство по природным ресурсам или сопромышленному комплексу Архангельской области. Обоснованные предложения будут обязательно учтены. Денис Сильванов, Денис Ленчевский, Регион 29. Автолестницы, Бураны и даже снега был от уход. Сегодня региональная МЧС вручила подразделениям новую технику. Кроме Архангельска, ее получат Новодвинск, Приморский район и Котлос. Тест-драйв спасатели провели сразу после церемонии вручения. Оценил машины и Артемий Заварзин. Под новогодней елкой сегодня необычные подарки. Зато как их ждали спасатели. Вручали торжественно под звуки духового оркестра. В первую пожарную часть Архангельска отправится снегоболотоход. На шинах низкого давления зверь-машина пройдет там, где не ступала нога человека и где не поможет даже вертолет. Предназначено для доставки в труднодоступные места, в поля, в леса, личного состава и пожарно-технического вооружения, вывоза пострадавших. Новодвинским огнеборцам в усилении автолестница. Она станет второй для города бумажников. Отличие в том, что уже работающий транспорт марки ЗИЛ, а новинка, собиралась на заводе в Германии. Она будет непосредственно обслуживать город и при экстренных случаях и при всех остальных будет выезжать на Архангельский целевозно-бумажный комбинат. Третий отряд Федеральной противопожарной службы Архангельска также получил четыре снегохода «Тайга». Парк техники пополнится у спасателей Приморского района и Котласа. И областное правительство, и федеральный бюджет обеспечивают нас новой техникой, технологиями, оборудованием. Наша основная задача сейчас будет подготовить весь личный состав, чтобы правильно эксплуатировали, были готовы к реагированию. О проблемах реагирования говорили на ежегодном итоговом сборе. Крайне сложная остается обстановка с пожарами. Их число в минувшем году выросло. Обеспокоенность вызывает состояние пожарных гидрантов. В регионе каждый пятый не работает. Я надеюсь, что в ближайшее время наши коллеги из муниципальных органов власти выводы определенные сделают. Хотя я не могу сказать, что они не тратят на это деньги, не уделяют внимания, но недостаточно они это делают. И поэтому мы свои ресурсы употребим от областного бюджета для того, чтобы это привести в порядок. В статистике есть и позитивные моменты. В сравнении с прошлым годом число аварийных ситуаций уменьшилось на 40%. Сохраняется и положительная динамика по сокращению количества погибших на пожарах. Артемий Заворзин, Александр Кузнецов, Регион 29. В Архангельске многофункциональный реабилитационный центр поступило новое оборудование, которое позволит малышам со сложными диагнозами получить шанс на полноценную жизнь. Сегодня здесь проходит реабилитацию около 100 детей ежегодно. О том, какие технологии применяют специалисты центра и каких добиваются результатов, расскажем прямо сейчас. Маленькой Лизе всего год. Когда девочке было 4 месяца, ее мама узнала, что ребенок не сможет самостоятельно передвигаться. Но не сдалась и стала усиленно заниматься развитием малышки. Вот прошло сколько у нас получается 6 месяцев, Лизе сейчас годик, и мы смогли перевернуться. То есть диагноз у нас такой не очень хороший, что мы ходить не сможем, и вообще думали, лежать будем. Ну, по крайней мере, вот начали какие-то движения делать, и мы смогли перевернуться. Для нас это очень большой шаг. Эффективность занятий зависит от того, насколько естественно себя ребенок чувствует. Для детей с двигательными нарушениями, предположим, да, он себя чувствует настолько комфортно, что его энергия освобождается для того, чтобы играть и быть активным. Поэтому практически все дети, которые имеют нарушения двигательные в нашей программе, используют это оборудование. Лиза занимается на специальном вертикализаторе, который закрепляет тело малыша в естественной позе. Родителям такие устройства не по карману. Стоимость доходит до 200 тысяч рублей. В планах выдавать вертикализаторы на прокат. Но секрет успеха центра не только в техническом оснащении. Специалистами центра разработаны и применяются программы питания, сна, прогулок, в том числе загородных. Отдельное направление – работа с родителями. Главное не столько правильно поставить диагноз, сколько определить истинную причину того или иного отклонения и выработать индивидуальный план реабилитации. А еще специалисты центра принимают участие в различных проектах, последний из которых – траектория профессионального роста. Итогом проекта стало создание профессионального сообщества по ранней помощи. И кроме этого сейчас создается нормативно-правовая база, которая ложится в основу ранней помощи Российской Федерации. В марте в Архангельске состоится конференция, на которой специалисты обсудят возможность внедрения новых технологий и методик в специализированных центрах в районах области. Задача – увеличить количество точек, где проводится реабилитация малышей. Нам очень важно, чтобы за 2019 год в регионе порядка 10 таких точек было в разных совершенно учреждениях. В том числе мы используем ресурсы некоммерческих организаций. То есть там, где нет близкого государственного учреждения, которое такого рода помощь оказывает, нам очень важно, чтобы эту нишу закрыл представитель из НКО. А тем временем мама Лизы не теряет надежды, что новые технологии и новые методики позволят ее годовалой дочке встать на ноги и жить полноценной жизнью. Денис Селиванов, Ольга Красулина, Регион 29. Какие контрдействия банков добавляют хлопот простым клиентам? Какие вкладчики в этом году будут застрахованы? И за что индивидуальные предприниматели будут платить больше? Об этом не только в новом выпуске «Бизнес-панорамы». Смотрите сегодня. В начале года бизнесу полезно открыть налоговый календарь и сверить не только даты необходимых платежей, но и их размер. Так, индивидуальные предприниматели в этом году заплатят за себя больше. Также завершается третий этап реформы по внедрению онлайн-каз для бизнеса. Отчитаться за четвертый квартал они должны по новой форме. С 1 января этого года система страховых банковских вкладов распространяется на средства малых предприятий. Какой будет величина возмещения и кто попадет в список? Есть определенные условия для получения страховки малыми предприятиями. Эти и другие темы уже сегодня в программе «Бизнес-панорама» на канале «Регион-29». Информационные итоги, как всегда, в программе «Автограф дня». Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова